Пустыня Мохаве, пожалуй, самый засушливый и самый смертоносный регион Соединенных Штатов Америки. Между тем, как еще в 1958 году бизнесмен и профессор социологии, выходец из Чехии, Натан Михельсон, купил аж 82 тысячи акров в этих бесплодных землях. Зачем он это сделал? С целью построить идеальный город. Сейчас, спустя почти три четверти века, в этом месте процветает только одно – тюрьма, заблаговременно построенная Михельсоном. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И интереснейшие события не просто дня сегодняшнего, а всех ближайших временных отрезков – это протест и забастовка, которая проходит в эти дни в Голливуде. Фабрика грез бастует по полной программе. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Там же вы найдете ссылки на два телеграм-канала. И вот за моей спиной вы видите скульптурную композицию «Памятник революции 1905-1907 годов». Тогда, вот как вы видите на этой композиции, протестующий пролетариат срывал казаков с их коней. И вот чем все обернулось. Вы видите за этой композицией почта-банк, прошу не считать рекламой, кучу всяких небоскребов, Москва-Сити и так далее. К чему все обернулось, куда все пришло. А какие светлые были замыслы. Фабрика Грёз, Голливуд, как только ее не называют. Сегодня это место, веселый лес Холли, веселый праздничный Вуд-лес, переживает свою агонию, предсмертие. Профсоюз актеров, сценаристов и остальных работников кино в объединенном порядке созвал всех на забастовку. Начали бастовать сценаристы, но сейчас к ним присоединились и актеры. А это уже серьезнейшие события, потому что актеры – это люди очень высокооплачиваемые. Что же побудило их всех бастовать? Дело в том, что платить им стали все меньше и меньше. Еще несколько лет назад я обратил на это внимание – Голливуд перестал выдавать качественные фильмы. Ну то есть кино идет, 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 поток этого паштета идет, идет, идет. Но только ни уму, ни сердцу. Перестали фильмы быть интересными, перестали они как-то цеплять. А в чем дело? А это на самом деле, как я сейчас понимаю, была негласная пока что забастовка сценаристов, которые посчитали и совершенно заслуженной, ибо именно сценарист главный. Не режиссер, как он мнит себе, не актер, а сценарист. Так вот, сценаристам перестали нормально платить. И сценаристы ушли в такую немую забастовку. Фильмы стали выходить гораздо хуже качеством. Не только в Голливуде, в РФ, обратите внимание. Впрочем, в РФ, в современном РФ, хороших фильмов практически-то и нет. Все упирается в какого-то там невнятный образ милиционера и переходит в тупое поклонение власти. Это еще работает на подростков, но взрослых, осознанных людей от такого кино тошнит. Ни уму, ни сердцу. А и вот сейчас к ним присоединились актеры. Они еще не до конца понимают, но кино в том виде, в котором оно было, оно уже мертво. Почему? Потому что люди, выходя из кинозалов, сталкиваются вновь и вновь с реальностью, которая разительно отличается от кино. Если в советское время кинематографическое искусство подтверждалось хотя бы лозунгами, то сейчас нет даже лозунгов. В кино тебе говорят что-то, стремись там невнятное к добру, а ты выходишь, и тут торжествующее зло. Обман, ложь, подлость, гнусь, похоть и все такое. Впрочем, кино это демонстрирует, но обрывками. Люди перестали покупать билеты на такое кино, тем более, что кинозалы пустеют еще и по объективным причинам. У нас в руках целые кинотеатры, смартфон. Это и кинотеатры, библиотека и все что угодно. Это на самом деле весьма мощный компьютер. И вот кино гибнет. Американские актеры, в отличие от российских, и сценаристы, и писатели, получают роялти. За каждую проданную книгу, просмотренный фильм и так далее, они получают свой мини-мини тысячную процента, но все же получают. И это весьма ощутимые деньги. Здесь в РФ на авторские права, на все такое, давно с прибором это молчу, молчу, молчу. И поэтому здесь мало хороших книг, здесь настолько мало, что запрещать приходится Акуниных, Улицких и прочих. Это и есть цвет современной литературы Эрафистана. Блин, а ведь мы способны на большее, правда? «Пятьсот миллионов бегумы». Так назывался научно-фантастический роман Жюля Верна. Роман не до конца дописан, редактирован, переиздавался и так далее. Роман повествует о создании двух конкурирующих городов. Францвиль и Штальштадт. Штальштадт там управляет злобный Шульц или Шольц, который сделал из города милитаризованное чудовище. Францвиль – это город полный садов, там все красиво, люди ходят в этих развивающихся платьях, любят друг друга и созерцают и творят. В общем, живут себе и в уст не дуют. И Штальштадт, в общем, там строит суперпушку, чтобы фигануть, и этот Францвиль долбаный стереть с лица земли. Но в самый последний момент, что-то они там ошибаются в расчетах, не помню, что Жюль Верн придумал, взрывается у них эта пушка к фигам, ничего у них не выходит. И Францвиль так живет и дальше, они там ходят в развивающихся платьях, платьях, а Штальштадт в дыму ядовитом от взрывчатки сгоревшей и так далее гибнет. Что происходит здесь у нас сегодня? Натан Мендельсон в 1958 году вложил огромные деньги, купил 82 тысячи акров земли в пустыне Мохаве. Он питал надежду, потому что под пустыней расположен, как водится, огромный водный резервуар. Так есть практически в каждой пустыне, где песок оказывается на поверхности, плодородный слой почвы погиб, и вода куда-то уходит. Часть в атмосферу, но не вся. Часть воды уходит под песок. То же самое в Сахаре, к примеру, в пустыне, в огромной, в самой крупной пустыне на планете. Там целое море грунтовых вод под песками. Там глубоко внизу эту воду можно достать. И Натан Михельсон стал доставать воду из-под пустыни Мохаве, достал целое озеро, построил таки город и построил там тюрьму. Люди стали покупать эти дома и так далее. Но приезжая, были в разочаровании от города. Это 150 миль от Калифорнии-Сити. 150 миль до Лос-Анджелеса. И тогда Калифорния-Сити не победил Лос-Анджелес. Сейчас в этом образовании, городом это трудно назвать, проживает 15 миллионов человек. Подавляющее большинство невольные жильцы этой тюрьмы в Калифорнии-Сити. Тюрьма считается одной из худших в стране. Там невероятная жара, еще бы она расположена в пустыне Мохаве. Жуткая история. Один из неудавшихся урбанистических проектов. Помнится мне Сергей Кужугетович Шойгу, или Сергей Шойгович Кужугет говорил, что надо бы построить три города в Сибири, миллионника, там города радости, города счастья, бла-бла-бла, тралала. А он там будет на лимузине с открытым верхом походу рассекать. Так вот, эти города, к счастью, даже не начали строить, потому что они обернулись бы чем-то куда более тяжелым, чем падение Калифорнии-Сити. И несмотря на то, что там есть и лес, и вода на поверхности, а не там в глубинах, в толщах песка, но все бы это гавкнулось к фигам. Потому что на лжи, на крови и на подлости ничего хорошего вырасти не может. А тут Натан Михельсон, он же вроде бы ничего плохого не планировал. Просто город для жизни людей. Просто. И тут мы упираемся в просто. Так же, как государство, страна возникает на государе, на стержне, на идее, национальной идее. Ибо национальная идея есть и у британцев, и у французов, как их ни обзываю, у кого угодно. Так вот, мы национальной идеи лишены. При царе, при монархии высказывали, что национальная идея – это царь, вера, отечество, вера, царь, отечество в таком ключе. Сейчас нет царя, и от веры у большинства остались только ошметки. Знаете, что? Натан Михельсон вложил огромные деньги в этот город. Огромные деньги вкладывают саудиты в свой город-линию, которую они строят сейчас в Саудовской Аравии, и город этот должен стать просто раем. Но знаете что? Не будет такого рая. Почему? Главное в городе не вода, не энергия, не здание, не технологии, а главное в городе люди. Люди, объединенные одной идеей. Потому что речь идет, безусловно, о построении города-государства. Потому что нынешние властители планеты форматируют мир. Мир уже давно захвачен, это следует понимать. И властители планеты мир форматируют, экспериментируют и пытаются создать что-то идеальное. Получается с трудом. Почему? А потому что идеи, которые есть, они себя не оправдывают. Взгляните, вот Голливуд, уж на что он купался в деньгах, уж на что там лучшие люди планеты собраны в плане лицедейства. Целая фабрика грез, и все равно он гибнет. Почему? Идейки-то оказались фальшивые. И знаете что? Вот за моей спиной скульптурная композиция. Сколько крови было пролито. И свергли ненавистного царя. А что в итоге? А в итоге те же самые банкиры, крохоборы, волосатые мешки в зобном месте. И нищие, которые вот спят прямо сейчас на лавочках. Несмотря на то, что здесь в городе действительно, наверное, одна из лучших транспортных сетей на планете, несмотря на то, что здесь все красиво убрано и так далее, несмотря на это, это град с мертвой душой. Клептос окаянный, который высасывает до половины всех добываемых в РФ денег. Кроме тех, что выводят за рубеж. И знаете, что главное не город будущего построить, не выбрать место, и не застолбить его, и не выкопать воду, и не построить первым делом тюрьму. А главное, это объединяющая идея. Идея, которая объединит и черного, и белого, и красного, и зеленого, кого угодно. Объединит. А самое жуткое, это когда в идеальном на вид городе идет человек-доставщик еды. И этот добрый человек может добыть себе на пропитание только таким образом. Будет ли жизнь идеальной в городе, где одни угнетаемы, а вторые угнетатели? Нет, никогда. Слезы человеческие на вкус приятны только исчадием и упырям. А человек может только притворяться упырем и исчадием. Но рано или поздно, и даже самый закоренелый негодяй признается, что от слезок и крови человеческой во рту солоно и тошнит. Спасет человечество только человеколюбие, гуманизм, разум и здравый смысл. Так люди перестанут плодить чрезмерно много детей, так люди перестанут воевать, грабить и убивать друг друга. Прекратятся изнасилования, прекратится всеобщее буйство злобы, которое используется как инструмент людьми не до конца полноценными, но людьми, которые так стремятся к власти. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Стройте свой идеальный город прямо у себя дома, прямо вокруг себя, где бы вы ни были. Стремитесь к идеалу, не бросайте мусор на землю, не обижайте других людей, подавайте тому, кому хуже, чем вам. Улыбайтесь и будьте счастливы. Не стоит повторять судьбу Калифорния-Сити и его града-побратима Лос-Анджелеса, в котором располагается Голливуд. Голливуд Холли-Вуд. Веселый лес, который становится призрачным. Безусловно, Ютуб и другие видеоплатформы, подобные ему, побеждают фабрику грез и победят актеры, будут востребованы, и сценаристы, и режиссеры. Но не в таком виде и не так, а скорее, как вольные стрелки. Потому что, видите, можно на сотовый телефон, на примитивную камерку снять видео, которое впоследствии может оказаться более востребованным, чем некий достаточно дорогой по бюджету фильм. Берегите себя и своих близких от безумцев, будьте счастливы и стройте свои города, пусть даже очень маленькие, но счастливые и добрые. Да возродится Русь!